Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара на несколько каток СТ Эмиль. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, как обычно, хочу попросить каждого из вас, кто еще не подписан на канал, подписаться, поддержать мои начинания и поставить лайк этому видео, как оценку моих трудов. Спасибо вам большое за благовременно! Итак, СТ Эмиль. Что он собой представляет и что это за танчик? Это ПТ-шка 7 уровня, которая находится в ветке гриля. Мы не будем подробно рассматривать его технические характеристики, посмотрим исключительно то, что нас интересует больше всего, а это его пушечка. Семерку наградили орудием девятки. Что она собой представляет? Бронебойные. Средний урон 460 единиц, как для семерки просто офигительный показатель. Время перезарядки 14,7 секунды. Очень долгая перезарядка и очень сутошно дожидаться, исходя из того, что мы картонные, когда уже дозарядится наша пушечка. Урон в минуту составляет всего 1870 единиц. Но в целом я бы не сказал, что это очень уронная пушечка именно в виде нагонять за минуту определенный урон. Что действительно в ней радует, так это углы наводки вниз составляют целых 15, вверх 10. Но, как правило, эти цифры стоят наоборот во всех танчиках. Поэтому с углами наводки проблем у вас уж не будет точно. Ну а что она собой представляет в бою, сейчас посмотрим. Итак, ребят, нас очень быстро закинуло в бой, это не может не радовать, так чтобы мы с вами не теряли много времени на ожидание. Мы находимся в топе на самом верху, против нас есть семерочки, ну и радует то, что есть шестерки. Итак, попробуем сейчас куда-нибудь выпереться на какую-то стандартную позицию для ПТ. Мне, честно говоря, очень нравится подъезжать к вот этой вот насосной станции, которая типа качает нефть, как я понимаю, и выцеливать точку Б. Ну и единственное, что надо бы, чтобы кто-нибудь из наших СТ все-таки эту точечку подсветил. Если этого никто не сделает, то дальше оставаться на этой позиции смысла как такового нет. Итак, давайте вернемся к нашему танчику. Наш танчик, он не является подвижным, от слова совсем. Едет она очень вяленько, очень сотужно, разворачивается на месте тоже без определенного энтузиазма. То есть, в принципе, такая ПТшечка, я бы сказал, одного направления, которая должна выехать, занять свою позицию, ну и, соответственно, отстреливать на дальнем расстоянии. Выезжать в какие-то клинчи на этой ПТшке, ну, просто в край противопоказано. И, как я люблю говорить, крайне опасно для жизни. Дело в том, что спереди она абсолютно картонная и абсолютно прямая, как угол дома. То есть, сказать, что от вас будет что-то рикошетить, ну, возможно, где-то как-то рандомно, исключительно случайно, потому что разработчики захотели позаботиться о том, чтобы вы не умирали, как только попадаете в какую-то стычку с врагами. Но в целом, в основном, разбирать вас будут довольно неплохо. На дальнем расстоянии ПТшечка показывает себя, ну, плюс-минус, я бы даже сказал, больше минус, чем плюс. Дело в том, что для данной ПТшечки очень свойственен большой круг разброса, ну и, честно говоря, очень часто снаряды летят, ну, прямо скажем, не совсем по центру вашего прицела. Поэтому всегда рассчитывайте на то, что вы, ну, не 100% всегда будете попадать. Но в целом, довольно неплохо. Заносить хоть и, казалось бы, по 400 с копейками крайне приятно, но мне крайне неприятно потом стоять и ожидать, когда же она в конце концов перезарядится. Углы наводки, ну, они просто великолепные, честно говоря, как для ПТшки. Потому что вот так вот, играя от Холмика где-то, вы вполне спокойно прячетесь практически полностью. Пушка находится практически на самом верху вашей, ну, не знаю, как это, но давайте назовем это рубкой, потому что башней назвать это крайне сложно. Все-таки башенка, она должна быть отдельно от Танчика, она должна поворачиваться хотя бы частично. Поэтому башни, поскольку нет, будем говорить о рубке. Точность. Ну, вот сейчас попробуем выцелить АТ-7, если он все-таки поднимется. А я думаю, что жадность у него взыграет, он поедет перезахватывать точку, ну, а дальше попытается протянуться вперед. Ну, вот как-то так. И вот то, что я говорил, рандомно 640 единиц в нас не залетело. Обращаю внимание еще раз, исключительно рандомно. Это не закономерность. Такое встречается на этой ПТшке крайне редко. И, по сути, в нас должно было залететь нормально. Скорость перезарядки, если еще и немножко подускорить, но иногда позволяет где-то что-то занести. Ну, вот как-то так. Итак, что мы имеем? Мы имеем картонную ПТшку с довольно небольшим... Простите, с довольно небольшой динамикой разгона и движения, но с довольно приятной пушечкой. Наши результаты по бою. Да, мы проиграли, мы нанесли 1435 урона, сделали один фраг. КВшку мы разбирали практически самостоятельно. По опыту получили не так уж и много, но это проигрыш. В принципе, закономерно. Немножко ушли в минус, но я не считаю, что на большую какую-то сумму и заняли первое место по урону. Что я считаю, в принципе, крайне приятным. Итак, давайте попробуем закатиться еще раз. Ну, вот мы находимся опять в топе. Под нами есть шестерки. И, как я говорил, это приятно. Что хотелось бы отметить про эту ПТшку еще. Данная ПТшка для кого-то является проходным танчиком, который потом удаляется из ангара и освобождается место под другую технику. Я лично эту ПТшечку оставил у себя в ангаре. И, честно говоря, выкатываю ее крайне редко. Но вспоминаю о ней в тех моментах, когда необходимо выполнить боевую задачу в отношении, допустим, занять первое место там или в первую тройку войти по урону в команде. Дело в том, что грамотно сыграв на этой ПТшечке на дальнем расстоянии, даже с ее долгой перезарядкой, вы, в принципе, практически без труда будете попадать в первую тройку по урону. Даже в проигрышных боях, когда ваша команда сливается, это, наверное, даже больше играет на вашу руку в данном случае, так как, когда команда быстро сливается, это значит, что отыграть команда нормально не смогла. То есть, в принципе, ПТшечка, но она достойна внимания, особенно для ПТ-водов, для тех, кто любит играть вот в таком вот снайперском режиме. Это, безусловно, очень сильно не хватает чуть-чуть хотя бы там ускорить перезарядку у этой ПТшки, ну и вообще было бы, честно говоря, неплохо немножечко сделать ей круг разброса поменьше. Но, ребята, вернемся к тому, что есть еще такое понятие, как баланс. Если бы у этой ПТшки круг сведения был меньше, а перезарядка была бы тоже меньше, ну, соответственно, это была бы уже не просто ПТшка, а ПТшка имба. А такую имбу в бою, ну, никто бы не любил, потому что тогда ваши шансы существенно таят на глазах на то, чтобы продавить какое-то направление, которое будет контролироваться данной ПТшечкой. Вот где-то приблизительно так. Что же касается результативности боев на этой ПТшке, я бы не сказал, что ваша результативность боев будет высокой, что вы будете постоянно побеждать. И если рассматривать эту ПТшку как один из шагов, которые вам необходимо сделать для того, чтобы добраться до гриля, то, наверное, по моему субъективному мнению, данная ПТшка является во всей этой ветке самой неприятной для прокачивания. Потому что у меня, честно говоря, на этой ПТшке было больше всего разочарований в скорости прокачивания ветки. Если на других ПТхах этой ветки вы отыгрываете приятней и прокачиваете быстрее тот или иной уровень, то эта ПТшечка, она все-таки немножко затягивает процесс дойти до десятки. Итак, в данном случае наша команда отыграла просто великолепно. Мы победили с разгромным счетом. Мы нанесли 1773 единицы урона без особого труда и могли бы больше. Но единственное, что немножко бой сложился по-другому. Мы получили 8000 серебра в плюсе и мы заняли свое законное второе место в команде по урону. Это то, что я вам говорил. С первого по третье место на этой ПТшке вам обеспечены. Кратенькое суммирование по данной ПТшке. ПТшка проходная, ПТшка на любителя. Крайне медленная, крайне картонная. В то же время довольно уронная, но с большим временем перезарядки. Пройти ее в ветке до гриля, я бы сказал, что самая неприятная, если сравнивать ее с другими ПТшками. Но если сравнивать вот эту ветку по приятности прохождения, допустим, с вот этой, то мне вот эта веточка гораздо больше понравилась, чем вот эта, которую я открывал на другом своем аккаунте. Итак, ребят, проходите веточку гриля, если он вам нравится. Получайте удовольствие, фантись. Возвращайтесь на мой канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, чем поддержите его, безусловно, я вам буду очень благодарен. И отблагодарю исключительно хорошими обзорами, которые являются абсолютно честными. И показывают, как играются танки в руках среднестатистического танкиста. Всех благ, всего хорошего мира вам. Субтитры создавал DimaTorzok